Магнитогорск встретил Владимира Путина грозой и ветром, зато на ММК президенту устроили теплый прием. Правда, сразу предложили поработать. Глава государства нажал две красные кнопки и запустил на комбинате новое производство. Одним нажатием президент создал больше тысячи рабочих мест. Мощность комплекса 2 миллиона тонн металла в год. Здесь будут выпускать холоднокатанный автомобильный лист. Сталь высокой прочности позволит облегчить кузов автомобиля в четыре раза. Площадь цеха 155 тысяч квадратных метров. Это несколько десятков футбольных полей. Новое производство уникально. Аналогов в России ему пока нет. Продукцией ММК уже заинтересовались некоторые российские компании. Теперь, по словам Путина, нужно завоевывать внешний рынок. Естественно, предстоит преодолевать существенные барьеры. В разных странах в отношении российской металлургической промышленности, металлургической продукции, как вы знаете, действует более 20 ограничительных мер. Из-за этого наши компании ежегодно теряют от полутора до двух миллиардов долларов. Чтобы изменить ситуацию, необходимо активнее использовать потенциал Всемирной торговой организации, полноценным членом которой Россия уже практически стала. Владимиру Путину устроили экскурсию по комбинату. Вторая очередь стана состоит из двух линий. Есть агрегаты горячего оцинкования и непрерывного отжига. Глава государства оставил автограф на первом символическом листе металла, который выпустил новый стан. Об этом его попросили сами рабочие. Оказалось, талливары и прокатчики коллекционируют росписи Путина. Последний автограф они получили в прошлом году. Когда еще будучи премьером, Путин дал старт первой очереди прокатного стана 2000. Кстати, в магнитку глава государства приезжает уже в восьмой раз. По его словам, город меняется прямо на глазах. В первую очередь это касается экологии. Я помню, когда первый раз в магнитку приехал в Магнитогорск, зимой это было, снег был весь черный. Сегодня ситуация все-таки, она, наверное, не идеальная, но все-таки кардинальным образом поменялась. Владимир Путин также обсудил с металлургами инвестиции, новые рабочие места и дальнейшую судьбу комбината. Руководство МНК пообещало, в конце года новый комплекс выйдет на новую проектную мощность. А президент успокоил, заявив, у черной металлургии будущее будет обязательно светлым.